так народ всем привет вот децибелла показывается все четко короче микрофон работает в общем в данном видео мне пришлось его перезаписать потому что где не записался звук вкратце рассказываю ситуацию сейчас я мои друзья некоторые близкие играют в atomic hard и я обошел вперед ну то есть так как начал за день раньше играть вот у меня есть кореш карина хайма которому пойдет речь в данном видео который вот является демонстрантом того как не нужно играть в atomic hard вот 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 как есть то есть atomic hard это не шутан которому по количеству патронов ты отстреливаешь мобов это не не та игра в которой такое прокатит и что вкратце произошло я захожу к юрина стрим по сюжету я здесь дальше него и сразился уже с боссом который называется плющ плющ был в девятом полигоне и по сюжету потом и как раз таки оба босс файты прошел подобрав ключики так сказать и все это я вам сейчас продемонстрирую захожу я к юре и пишу что плющ опущен юра это вид вот читает смотрите да нифига пущен говорю я вот считаю потратил калаша с дробовика из пистолета все патроны схема не хватило я ему еле пол здоровья за все патроны снялся просто я не знаю что он такой жирный я говорю что сражался с ним учета почти давайте дальше полистаем чат походу надо в основании зеверо они в шута не в шутан и да откуда-то нова сканить его сканить времени нету реально нету времени сканить от прямо слова совсем нет времени сканина вот его сканить просто времени не было вот я пишу про украина к использую просто все патрона мне на калаш этом что-то около 300 патронов было на дроба шапова патронов 30 и на пистолете патронов 50 все потратил все потратил пол здоровья со всего потратил как так-то кассетников не было к сожалению были кассетников не было да только льдяные были огненных не было я уже и сюжетного бонус сюжетного не знаю сюжета посмотрю а этот прям много привод он просто какой-то очень жирно жила партийного руководства в коллективе будет больше полномочий юра думает что босс был слишком толстый по здоровью не пробиваем мы посмотрим эту ситуацию тут не будет односторонней все у меня все подготовлены разберем же не может принимать важно решение водка и почему же но во первых за их исполнение кто-то должен отвечать они так что мы все прочитал не знаю что отвечать про вялого шершавого быть какая-то ответственность и потом если я ему говорю что у тебя переключаем сэйв 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 где-то составляешься и леонора а это один и тоже стрим кстати говоря когда все было говорю москратце огненные кассетники вперед и вблизи он хорошо бывает так да тем напоминаю в atomic heart и каждый босс каждый моб имеет сопротивляемость и уязвимость определенному элементу к определенному типу урона к определенному оружию и так далее и такой сознательности доросли еще не не получится здесь я расстреливает все как ну как шутере играем он одинаковые сложности на рамагеддоне законно пока я на консоли что у нас на землю все вот он все это прочитал и заигнорил короче что рину потратили 3 на жирный они вот такой сюжет и но именно вот который был в этом полигоне он просто бездумно жир да не много сложно роста он уже безумно жирный вот это за то что безумно жирный вот это тебе больше напрягает да больше напрягает но кассетники ты не додумался скрафт из что и но потратили 300 патронов скалаша 50 пистолет и 30 патронов дробовика еле-еле-еле пол хп пол хп ребят нет я же говорю не было огненных кассеток не было расти сколько раз и скрафтить возможности не из крафтить не было вот про это вот тоже потом все увидим а просто ваш приготовил потому что там уже крафтить негде было там нет холодильника этого не было холодильника холодильника не было прям перед боссом сэйв зона тот же самый стрим полтора часа назад его а я где-то мы стоим рядом с холодильником ой ой не было холодильника и сэйв зоны не было холодильника не было и ресурсов не было теперь смотрим это прям за это мой счет попозже рассмотрим слушаем дальше я могу я могу я на доска все сколько повторять я же написал что перед ним вот мы только что поняли что перед ним действительно было это вот прям перед комнатой с боссом дальше теперь он будет отпираться что нет ресурсов ну я же говорю на тот момент когда я к нему зашел там я не было холодильника там не было не ребят это не холодильник это развод это не леонора это все фотокарточка photoshop этого не было я вам точно точно прям говорю сто процентов про ресурсы я ему начал дальше писать по поводу того что можно разобрать патроны там ну все говорю можно было ресурсов не было все теперь уже все элеонора было но ресурсов не было сейчас едем дальше не ресурсов не в наличии я вот не ресурсов не в наличии все понял патроны разобрать и скрафтить не был ресурс я не знал что ресурсы на самом деле у него были потому что это стоит 6 единиц вот этого ресурса которых у него 37 и одну единичку вот этой таблеточки короче ты сам даже не надо было патрона выбирать на этого не знал я думаю что я реально нет потом разбирать и так как не хватило патрону это уже патрона разбирать и так как не хватило да стоит это копейки ресурсов то есть один кассетник это ну это реально копеечки ну и шарит от даже если x2 считай даже я могу ставить только в дробовик и в милишку и в милишку и в милишка имеет как раз таки уязвимость то есть плющ если вы отсканите имеет уязвимость как раз таки это оружие ближнего боя это огня что не больше вставить не в куда ну собственно ну да как же так короче максимально отпирал его что а теперь смотрим как я убивал данного босса первый раз именно тот о котором идет речь не сюжетный вариант а именно из данжа и посмотрим что сколько стоит сука кассетник скрафтить есть еще такая проблема то что я во первых на этом стриме дико сонные вот на этом и здесь вышел вышла смена билда на иксбоксе раньше еще сложнее было и теперь это также как пока шины на которые и проходил данный индивид суть в чем то что еще неудобство заключаться в том то что на консоли lb кнопка ты должен удерживать чтобы у тебя полимерная струя вылетала и холод и нужно удерживать кнопку а после патча сделали так что просто нажал и пока ты ее еще раз не нажмешь он будет бесконечно пока есть энергия стрелять ну то бишь стрелять струей то есть это струю и так далее короче смотрим смотрим сколько кассе чекаем 6 так стоять 6 и 1 то есть смотрим сюда это его последний заход вот к элеоноре оказывается который там все же было 6 единиц стоит кассетник за единичку и таблитосов единичка то есть у него хватит примерно на ну у него весь инвентарь был бы в кассетник то есть ему даже разбирать ресурсы не надо было а можно было разобрать там пару патронов для калаша и типа и нормально тем более все равно у тебя кассетника только дробовики и в ближнем бою а теперь смотрим следующее сейчас сколько я потратил на убийство данного голоса я здесь несколько раз умер потом нормально подготовился с кассетниками вышел один раз умер а потом я его раскидал вот сейчас вы увидите за сколько итак босс файт начинается примерно вот я вхожу он бесконечно распространяет реально неудобно на десятой минуте я зашел на все горит кстати говоря это тот же самый поздно вы потом посмотрите как его юра убивал у которого нету элеоноры и у которого нету ресурсов на кассетники и кассетники не так сильно влияет потом потом еще посмотрите это вот про то что у каждого босса есть уязвимость у каждого моба есть уязвимость и если вы не будете этим пользоваться ну вы будете играть пытаться в это как шутан вы увидите я просто продемонстрирую что там было как он в итоге убил этого босса и вот посмотрите на урон от плеща на который юра потратил 40 патронов вздробовика или сколько там 30 50 пистолета еще 300 скалашников вот смотрите что с кассетником происходит я раскидываю полимерную струю которая добавляет огненного урона еще потом создаю огненные дорожки которые тоже создает дополнительный урон от огня у меня здесь не очень много хилок но и кассетников за бой всего использована единица и полностью одна единица и немножечко еще 2 2 ну два других кассетника не полностью до конца были использованы то есть вот все что требуется это тот же самую сложности армагеддон тот же самый босс о котором идет речь видео осмотром давайте на перемоточках вот еще раз кассетку вешу хилок нету разобрался со всеми побочными мобами практически остался по сути главный босс вот полимерная струя и огонек просто прям реально так накапываю то есть но кассет кассета огненная кассетник и струя и как бы все что надо и это все прописано игрой для этого не надо додумываться самому опять же хотя додуматься что огонь именно по органике больше всего дамажит но это не так сложно вот вот примерно струя все горит я тут уже начал баловаться немного и другим оружием тоже не самый лучший килл я говорю я здесь и сонный было мне надо был привыкнуть к тому что надо кнопку не удерживать для использования струи полимерной а наоборот нажать один раз и потом когда я захочу прекратить нужно еще раз нажать это очень неудобно было потому что два дня играл другим управлением и поменять его нельзя тут уже начал баловаться электро пушкой и подмораживать его зачем-то пытаться заниматься дебилизмом короче и потом я просто его потратить там сколько одну-две аптечки убил такой хреновый килл хотел поджечь но заморозил 4 минуты 14 секунд на 10 минуте ровно 10 00 мы начали его убивать то бишь и патронов было потрачено явно не три сотни калаша там 30 дробовика и там 50 пистолетов в общей сложности было потрачено патронов в огромное количество раз меньше теперь смотрим что здесь делаю еще раз мы разобрались то что элеонора был ассо и в поинт перед боссом стоит ресурсов вот этих требуется 6 здесь таблеточек требуется единица чтобы один кассетник скрафтить просто кто-то нихуя не разобрался и решил убивать босса вот так и в итоге мы посмотрим как у него убил мне здесь придется поставить x2 скорость потому что там не 4 а то есть ты мне до этого с не не 4 минуты 16 секунд вот снижу качество для чем мы там то можем сделать для скорости давайте посмотрим когда начнется босс так босс начался ну примерно 45 так что только допустим не по сути как они нас начнут эти все вынести вот на ладно на 40 секунде 53 минуты вот он настреливает сколько дайте по визиной косе но там не совсем не дает уже здесь сейчас я поставлю 1 5 чтобы было речь ай да конечно конечно отрицательные так 53 40 до там было или посадки педагог мишки валить что ли прикажет слушаем смешки валить что ли прикажете вообще жесть урон не идет жесть урон вообще не идет но мы сами все видели урон же действительно не шоу да ну ну действительно дисбаланс какой-то да чтоб тебя до пока я нажимаю на кнопку вперед делать время полчаса ковырять реально полчаса ковырять ё-моё 4 минуты 16 секунд для полчаса ковырял пиздец согласен это еще херово убийство я там потом еще более интересная покажу но уже на сюжет на рынке на босс он пытается его мороза полосами а что мне миша лица бесполимерность я . я что правда оттепляешься там понимаю короче босс у него завис теперь уперся он вроде всем нет или это не в этом моменте походу нет а всего лишь что требовалось ставить кассетки но когда я ему это сказал уже после он мне не поверилось и не дамажутся общите увидели понимаю вот он забавился патроны уходит смотрите пачками просто с прочей щас проматку просто вот приколь все и теперь он ничего сми сделать не может походу фактически все фактически все я ему с горем пополам полтора я чек остальное а к основной как здесь не знаю не знаю мне короче до патрона подходит концу снятами больше 50 процентов уже 60 процентов снят и вообще вот эта беготня че не заходит вообще не заходит так коник вот реально я не знаю в него урон вообще не заходит вообще не заходит просто вообще урона нет ребята посмотрите просто вообще тут где-то демошта где вообще не чувствую урона братан вообще урона не нету просто и он мог просто вот отсутствует реально он что-то тикает но этот вообще урон не заходит реально так теперь смотрим сколько это заняло 08 43 поэтому итак сражение на котором он снял 60 процентов 08 43 то бишь 53 40 просто вот это вот это босс мне по сути как они надо сначала эти всего 08 43 до не хочет грузиться ну то бишь это заняло 08 43 53 40 получается 7 минут это заняло у него 15 минут практически 15 минут карл я уже три раза успел разъебать на своем корелом края просто 15 15 минут у него это заняло получается я правильно посчитал же 53 здесь 7 здесь еще 8 и он его не смог убить даже при помощи бага теперь смотрим дальше что юра излёг из-за этого сомнения растерялся посмотрим как и на на самом деле был так еще один край тот 15 минутный был так 920 он примерно стартанул 920 короче суть в чем вот он со всеми здесь разбирается разбирается 920 потренировать чешу дробовик по моему ими лишь на атака самое большее что ему наносит да короче вот что произошло 920 там было до 920 он начал ебаный плюшка и вот он таким образом что моб у него стоит он садил него все патроны и забил через текстуру через стену это немножко того как не надо играть в atomic heart давайте посмотрим 23 минута 44 секунду 23 минута короче это заняло с учетом бага больше десяти минут 13 до секунд 13 получается до 13 13 сколько там до 13 минут где-то примерно это получилось но в общем что можно сказать по поводу даже 14 получается но неважно больше десяти минут как бы да босс вообще не убиваем и урон не проходит вообще пиздец а теперь смотрим дальше и здесь этого босса уже только сюжетном варианте сначала расколол так сначала его расколол просто через кассетники через оружие а потом я решил просто ближнем бою вот пиздить смотрим результат нормально 2645 посмотрим вас по нормальному отовать не буду потому что бля я тебя снимки а тебя здесь сколько можно хп сняли апрель поэтому этот кассетник то особо не трачен того ключа я не пытался ближним бою два чисто свечи как выгодно с ней драться в ближнем бою на тяжело да на тяжеловато на ворота просто посмотрите много в ебало чтобы здесь не пропустил просто сгорает куям анимация до спектр млн же еще один не потратили чисто полимер и я тут уже начинаю заниматься по типу заряда атаки вот это дали урон все труп чисто ближнем бою значит еще раз 28 13 28 13 28 13 и вашей 45 15 секунд ну короче минута 28 получается если я правильно посчитал то есть меньше чем полторы минуты теперь смотрим дальше и вот тоже сражался в итоге с этим типом и уже последовал моим советам взял кассетники себе сейчас на 1 и те по-моему немного а нет все да смотрим что искусственно вживлен думаю это уже убитый вариант второй еще 5 540 548 548 тут ближний бой плюс кассетник огненный наконец-то юрос изводил экскрафтить за чем-то он пытается морозить нормально нормальный пропеллер ты полимером бьешь и огнем но ты пытаешься зачем-то заморозить если просто наоборот нигилируешь урон который ты вносишь пять сорок восемь и восемь двадцать шесть практически три минуты спать ну две минуты сорок и смотрим что он скажет так он реально куда легче чем тут плюш в девятом полигуле реально легче то он в разы легче приносил он не то что про просто то что даже в него нормально влетает а может быть влетает потому что некий нерон он все им сказал про кассетник огненный ну ладно хотелось бы подвести итог данного видео что я хотел сказать во первых действительно так не стоит играть в atomic heart то бишь забивать босса через бага через баг я уверен что если бы бага не был он бы не прошел бы этого босса пока бы не допер бы до кассетников либо сам либо через интернет либо еще что то потому что нет это не единственный способ убийства босса просто это более оптимальный вариант либо вложиться в ближний бой и на воротах с ним бегать его тыкать короче без кассетников огненных тоже можно так сделать потому что у него сопротивляемость к урону в ближнем бою низкая наоборот у него это его уязвимость можно и так сделать понимаете вот 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 вам прямая демонстрация как не нужно играть в atomic heart это не шутер это не шутанг которым вы можете патронами перестрелять противника это так не работает на третьей сложности по крайней мере на какой играет и он и я вы должны максимально открывать свою фантазию миксовать опции то есть использовать разные вещи сканировать противников и действительно следовать тому что в сканах указано иначе вы столкнетесь вот с такой же ситуации и опять же как он он подумал с с кассетниками опять же он думает что это просто этот плющ слабее чем предыдущий но как мы увидели этого плюща я убил гораздо быстрее но опять же потому что я играл с другой тактикой честные и через ближний бой через дальний бой он подольше убивается когда его убивал и тут уже к этому моменту сюжета я был более подкачан и чем при ну чем вот полигоне номер девять с которого началось данное видео поэтому пожалуйста не надо в это играть как в обычную среднестатистическую игру вас не получится делать на высокой сложности вы будете получать дискомфорт вы будете получать стресс просто экспериментируйте игра к этому поощряет возвращайте навыки возвращайте полимер потраченные на навыки разбирайте собирайте оружие тестируйте игра открыта к этому вот и не пытайтесь вот играть еще раз как в обычный шутан на этом у меня на сегодня все спасибо за просмотр играйте в atomic heart лучшую игру 2023 года лучшую игру за последние пять лет слава кпсс всем пока